Дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро или добрый день. На календаре у нас 10 декабря 2020 года. Солнечный день в Петербурге, солнечный день в Турции, о которой мы сегодня будем говорить. С вами, как всегда, Филипп Березин, главный редактор портала «Прианру недвижимость за рубежом». И я с удовольствием представляю свою собеседницу Юлия Байдан, руководитель компании Profit Real Estate. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. Говорить сегодня будем, если одним словом, не каждый вебинар можно с содержанием его определить, одним словом сегодняшний вполне можно. Будем говорить сегодня об Алании. Я думаю, что среди огромного количества населенных пунктов, в которых русскоязычные покупатели так или иначе покупают недвижимость, Алания занимает особое место. Ну, условно говоря, в Болгарии, например, есть Солнечный берег, при том, что есть там и Варна, и Бургас, но в основном покупают на Солнечном берегу. В Германии, наверное, трудно найти какой-то один такой населенный пункт, ну, может быть, там Берлин, Мюнхен, да. В Испании, например, есть Теревьеха. Теревьеха. Теревьеха, да. Я вам же там живет. Слушайте, ну, видите, соответственно, вот в конце, может быть, сравним. А сейчас, если говорить об Испании, о Турции, то это все-таки Алания. А с учетом того, что Турция, ну, среди всех стран, ну, по отношению к России уж во всяком случае, находится с наиболее открытыми границами, поскольку из всех стран она наиболее, ну, скажем так, радушна во всех смыслах этого слова, и недвижимость здесь покупает сейчас очень-очень активно, но то и Алания занимает совершенно особое свое место. И вот сегодня в течение часа ближайшего мы как раз поговорим об Алании. Юля представит проекты новостроек, которые сейчас есть на рынке, и вообще о рынке поговорим, что же сейчас, собственно, происходит. Юль, вопрос у меня, на самом деле, первый, ну, пока к нам еще присоединяются наши зрители. А все-таки почему Алания, в чем феномен? Эта история берет свое начало все-таки от туризма или есть какие-то другие? На самом деле, да, то есть один промежуток времени, например, я работаю в сфере недвижимости уже более 11 лет, и я помню промежуток времени, когда, напротив, да, была более популярна Анталия, да, тот промежуток времени, это был 10-й год, 9-й год, очень активно застраивался район Кони-Алты, и там было построено большое количество, собственно говоря, комплексов. И вот на тот промежуток времени, то есть вот покупали люди, и был на слуху именно вот Кони-Алты. Но, как мы все с вами знаем, земля это ресурс, который имеет свойство заканчиваться. Поэтому на сегодняшний момент, да, то есть застройка в Анталии, ну, то есть она практически подошла к концу, очень мало объектов там начинаются, и самое главное, по достаточно более высокой стоимости. Если мы вернемся к Алании, то вот такой вот именно бум по недвижимости начался где-то примерно с 2012 года, регион Алании стал на слуху. То есть я когда только начинала работать в сфере недвижимости, я часто сталкивалась с возражением о том, что Алания это деревня, куда невозможно добраться, там в зимний промежуток времени негде даже купить хлеба. Я, конечно, так очень удивлялась, думаю, странно, вроде бы хлеб есть, люди есть, но вот чем больше, да, люди стали открывать для себя этот регион, и с развитием интернета, и с развитием ютуб-каналов тех же самых, то есть наши с вами соотечественники, я беру там страны СНГ, вот у меня три основных направления, это Россия, Казахстан, Украина. То есть вот все больше людей из этих стран стали приезжать и быть заинтересованы именно в Алании, не только с целью приобретения недвижимости, но и с целью отдыха, как отельного отдыха, так и самостоятельного отдыха. Чем же привлекает Алания, да, то есть, во-первых, город находится между Средиземным морем и Торскими горами. Благодаря этому создается замечательный микроклимат, как в летний промежуток времени, так и в зимний промежуток времени. Во-вторых, город безумно зеленый. В-третьих, в городе нет никакой промышленности абсолютно, никакого производства. В-четвертых, вдоль всей Алании, да, вот за счет того, что Алания протянута вдоль Средиземного моря, то есть весь город, это шикарная полоса муниципальных пляжей. Я очень хорошо отношусь к Анталии, да, но, тем не менее, в Анталии всего два пляжа, ну, то есть, объективно, это пляжи Лара, на которые невозможно доехать. Ну, пешком очень сложно дойти, только если вы пешеваете вот в нижней части Лара, например, да, то есть, и плюс это пляжи Коня-Алты. Пляжи потрясающие и тот, и другой, но для двух миллионов это маловато, скажем так. Слушай, а ты могу долго говорить про Аланию? Да, давайте перейдем все-таки к анализу того, что сейчас происходит. Вы ведь занимаетесь и первичкой, и вторичкой, то есть, как бы вы занимаетесь и тем, и другим рынком, и, соответственно, поговорим в большей степени сегодня про первичку, но и вторички капельку буквально коснемся. Значит, давайте все-таки про 2020 год, он уже практически закончился. С какой он был для вас, как вот пандемия повлияла на планы и на продажи, тем более, что все-таки, ну, начиная с середины года, рынок, по большому счету, для иностранцев открыт. Угу. Смотрите, то, что касается 2020 года, на него, конечно, у всех были очень большие надежды, особенно по показателям января и февраля, да, когда еще не было в мире особых разговоров о коронавирусе. То есть, январь и февраль 2020 года по показателям, вот, например, в нашей компании практически в два раза превзошли январь и февраль предыдущего, прошу прощения, 2019 года. И вообще, в целом, да, то есть, вот по рынку 2020 год, он должен был стать, ну, очень, как бы, хорошим, да, и побить многие рекорды по продажам, которые были в прошлом году. Но вот с марта начинается коронавирус, и, естественно, получается то, что страны закрываются, и все компании, ну, крупные компании, то есть, маленькие компании, некоторые вообще не работали в этот промежуток времени, крупные компании переходят на режим работы онлайн. Некоторые закрывают офисы, мы закрывали офис только на апрель, один месяц, когда был самый пик, мы не работали, хотя, в принципе, агентство по недвижимости и строительные компании могли продолжать работать, да, то есть, но, тем не менее, мы просто решили, у нас очень крупная компания, у нас работает больше 26 человек, поэтому мы решили поберечь здоровье своих сотрудников, у всех родителей, и вот на апрель мы закрывались, перешли полностью на систему работы онлайн. Прекратились ли продажи? Нет. Стало ли их меньше? Объективно, да, потому что, конечно, люди, некоторые просто заняли выжидательную позицию, никто не знал, да, что это затянется на такой длительный промежуток времени, были оптимисты, которые думали, что они приедут отдыхать и в июне, и в мае, собственно говоря, то есть, у нас вот были брони на аренду, которые вот держались до последнего, но потом уже, когда, то есть, поняли, что раньше августа открытия не будет, то есть, стали отказываться от брони. Но я всегда говорю о том, что любой кризис, это, с одной стороны, не очень хорошо, но, с другой стороны, это отличное время для выгодного инвестирования, это всегда было так, потому что во время кризиса вы можете приобрести объекты недвижимости и на вторичном рынке, и на первичном рынке с какими-то замечательными бонусами для себя. Так, собственно говоря, было и в этот раз, то есть, как я и говорила, продажи у нас не прекратились, насчет того, что мы, естественно, стали со строительными компаниями, с которыми у нас хорошее отношение, придумывать какие-то интересные, да, то есть, программы, интересные бонусные программы для наших клиентов, и таким образом продолжили заключение сделок онлайн. А вот скажите, а что можно придумать? Ну, вот, понятное дело, есть история, там, стоило столько, а мы, там, 10% скинем, там, или 20% скинем, или расстрочка. Выбор все-таки, возможности ваши все равно тут ограничены. Ну, конечно, скидочные возможности, конечно, конечно. В основном это было в виде скидочного эквивалента, конечно. Еще раз поднял статистику, начиная с июня 2020 года резкий рост спроса со стороны граждан Турции. Совершенно верно. По показателям, да, статистическим показателям за июль коэффициент продаж рынка недвижимости Турции вырос на 198%, да, то есть это, я всегда говорю, то есть, что, к сожалению, иностранцы формируют лишь 10%, да, то есть от общего рынка недвижимости, в основном, все-таки, основная статистика идет по местным гражданам, и вот в тот промежуток времени государство снизило кредитные ставки, да, 10% ставки, прошу прощения, по кредитам, и это повлекло за собой, конечно, бум продаж на местном рынке. В случае с Алани, если конкретно об Алани говорить, Алания, ну, понятное дело, крупные города на севере Турции, на западе, там Стамбул, Анкара, Измир, города турецкие, ну, и с точки зрения населения, в первую очередь, хотя иностранцев в том же Стамбуле довольно много. А вот если мы говорим об Алании конкретно, как, действительно ли курортную недвижимость стали покупать граждане Турции, и вы это каким-то образом зафиксировали? Да, да, действительно, граждане Турции стали также покупать курортную недвижимость, потому что это было очень выгодно, у них очень низкие кредиты, и, например, иностранец может взять в кредит только 50% от стоимости, а турецкие граждане могут взять кредит на 85-90% от стоимости, и, естественно, под такие низкие проценты они просто покупали курортную недвижимость, сдавали ее в аренду, и с аренды погашают свои кредиты по сей день, понимаете? Поэтому, когда мои друзья турки, да, то есть там в Анкаре, вот мы дружим с ребятами, потому что у меня супруг из Анкары, звонили и говорили, Юля, найди нам в Алании квартира 1 плюс 1, я так вот делала сначала страшные глаза, не понимая, я говорю, шутят что ли, они действительно покупали. Слушайте, интересно, ну, хочу сказать нашим зрителям, я сначала это не объявил, если есть какие-то вопросы по конкретным комплексам, по Алании, по недвижимости в Турции вообще, вы, пожалуйста, пишите, задавайте вопросы в чат, мы, безусловно, с Юлей их обсудим, хотя у нас в чате сегодня информации, на самом деле, будет предостаточно, и вот Юля и коллег, которые сейчас тоже, что называется, готовятся, чтобы снабдить нас конкретными данными. Давайте несколько слов все-таки о новостройках, потому что мы в основном хотели сегодня сексутировать внимание на них. Но если мы говорим о поведении риэлторов, застройщиков точнее, они просто со стороны граждан Турции вырос. Собственно, пандемия, по крайней мере, с точки зрения возможностей перемещения, в Юле закончилась. Продолжают ли давать скидки? Дают ли их более активно, чем раньше, или менее активно? О каких цифрах сейчас можно говорить? Сейчас скидки дают очень неактивно, очень неохотно. За каждую, вот в прямом смысле, особенно если это вторичка, за каждую скидку 500 евро мы просто с собственником, я говорю, ну вот сражаемся, потому что... Ну, у нас еще по скидкам, почему такая ситуация? Да, у нас лицензированное крупное агентство по недвижимости. Мы перед тем, как брать объект в наше портфолио, не только делаем проверку всей документации, но и изначально с собственником договариваемся уже о самой низкой, минимальной цене, грубо говоря, да, и после этого, естественно, когда мы снова начинаем просить скидки для наших клиентов, то есть, ну, как бы возникает вот такой вот определенный момент. То, что касается застройщиков сейчас, проектов на этапе строительства, особенно если это недорогие проекты по ценам, например, 45-50 тысяч евро, там, 55 тысяч евро, сейчас строительные компании вот категорически, практически не делают никакие скидки. Вот у нас в этом году было порядка, наверное, 3-4 продаж вот таких вот в недорогих, да, то есть объекты. Недорогие это как? Недорогие это как? Потому что я обозначила, от 45 до 55 на стадии строительства, на нулевом этапе строительства проекта. Нисколько не сделали вообще строительные компании скидку, то есть, как бы, потому что это был стандартный график оплаты, то есть, они сказали, что нет, у нас вот, как бы, минимальные цены, мы никакие скидки сделать не можем. При наличной оплате, да, то есть, обычно предусмотрена скидка 5%, если, например, объект недвижимости на стадии строительства имеет срок окончания, там, 18 месяцев или 24 месяца, если приходит инвестор, который говорит, мне не нужна рассрочка, вот тогда строительная компания 5% скидку может предоставить, а если это стандартные условия оплаты, сейчас скидки не делают. Ну, пошли первые вопросы, я давайте тогда обращусь к ним, тем более, что как раз сейчас логично поговорить, раз уж мы там углубились конкретно в первичку, все-таки вот есть первичный недвижимость вторичная, и вы говорите, что первичка, она все-таки будет подороже при прочих равных, если мы говорим примерно то же самое расположение, примерно тот же самый размер конкретных апартаментов. Как бы вы описали эту разницу, насколько она велика, и вообще в чем тогда вы сейчас видите преимущество покупки на первичке? Смотрите, на самом деле, то есть можно найти, вот допустим, есть хороший объект в 300 метрах от моря, в самом центре Мухмутлара, с развитой инфраструктурой, например, да, грубо говоря, открытый-крытый бассейн, замечательным качеством внутренней отделки, минимальная цена, да, то есть на нулевом этапе, то есть мы даже еще не начали ничего копать, 55 тысяч евро, например. Я не говорю, что за 55 тысяч евро на вторичном рынке мы не найдем для вас квартиру планировки 1 плюс 1. Конечно же найдем, но это будет, например, комплекс без скрытого бассейна, это будет более старый дом, да, то есть более старый дом, это, естественно, там немножко другое качество в отделке. Есть за 55 тысяч евро выбор и первичный объект на стадии строительства, и вторичный, то есть просто будет, собственно говоря, как я и говорила, отличаться то, что на вторичном рынке стоит 55, если это нулевой этап строительства, то есть вы сможете более люксовый объект купить. Раз уж мы заговорили о выгодах приобретения недвижимости на этапе строительства, вот как раз пошли вопросы. Да. Как сейчас продаются новостройки полностью подключили все-таки, как правило, и возможно ли у нас рассрочка на вторичке? Про первичку вы сказали, что возможно, а на вторичке? Сейчас расскажу. Отвечу на первый вопрос по, соответственно, как сдаются новостройки, потом по рассрочке на вторичке, а потом вот остановлюсь на выгодах. Значит, все новостройки в Турции по стандарту сдаются с полной чистовой отделкой. Что сюда входит? Кухонный гарнитур, напольное покрытие, межкомнатные двери, сантехника и надежная стальная дверь, да, то есть все это входит в... Это обязательно. То есть вот без этого не будет. Что, простите? Без этого не будет. Без этого, смотрите, например, если это очень дорогой объект недвижимости, там от 500 тысяч евро, от 400 тысяч евро, бетонные стены делают, а далее составляют дизайн-проект по вашему желанию, и это тоже будет входить в стоимость. То есть здесь все сдается с полной чистовой отделкой. То есть она либо стандартная, если это там средний уровень или недорогое жилье, если это люкс, это самая отделка вместе с архитектором полностью обсуждается с вами и делается по вашему проекту. Возможно ли рассрочка на объекты на вторичном рынке? Чисто теоретически, да, конечно, она возможна. Если вы договариваетесь с собственником, если собственник все устраивает, он говорит, да, я готов ждать вас там 6, 7, 8 месяцев, то это может быть другой вопрос. Когда вы покупаете от застройщика объект недвижимости, да, и пользуетесь рассрочкой, вы заключаете договор трехсторонний с юридической компанией, да, то есть вот там, это не один человек. Если вы заключаете договор на вторичку с рассрочкой, вы заключаете ее вот с конкретным человеком, да, там вот Иванов, Иван. Ну, то есть мы все ходим под небом, сегодня Иванов, Иван есть через 6 месяцев, ну, как бы всякое может случиться, поэтому я всегда, то есть как бы покупателям своим говорю, что на вторичку лучше рассрочку там больше, чем на полтора-два месяца не брать. Лучше воспользоваться, может быть, кредитом, например, да, но все-таки переоформить на себя свидетельство о собственной. То есть это просто, ну, как бы безопаснее в первую очередь для покупателя, потому что продавец-то ничем не рискует. Вы сказали, что тут вопрос, как договоришься, да, но вот по вашей практике договариваться получается, или это все-таки в редких случаях? Это недорогой объект, опять-таки, да, там 40, 45, 50, 55, 65, или там если это 2 плюс 1 в районе 75, как правило, они, собственники, тоже не хотят. Рынок очень активный, поэтому они думают, зачем мне как бы сейчас договариваться на рассрочку на 6-8 месяцев, когда, может быть, завтра придет человек, который привез чемодан денег и купит у меня ее как бы сразу, да, то есть, поэтому, опять-таки, я говорю, большинство собственников, я имею в виду именно, да, вот продавцов, больше чем на полтора, два, ну, три месяца, то есть они не идут, но бывают и исключения, кто говорят, что да, без проблем, я согласен ждать и 5, и 6 месяцев. Окей, давайте теперь поговорим, если мы говорим о текущей ситуации с новостройками в Турции, о неких рисках, они есть всегда... Что, о выгодных не поговорили, а вы уже риски... Хорошо, давайте, да, был вопрос, ну, давайте, конечно, тогда о выгодах, а потом же о рисках. Начало о выгодах, потом о рисках, да, я люблю, с хорошего. Если мы говорим, да, то есть о приобретении недвижимости на стадии строительства, то мне хотелось бы вот рассказать нашим слушателям о тех выгодах, которые вы получаете для себя. Первое, да, то есть и самое, мне кажется, вообще интересное и приятное для всех – это самая низкая цена. При приобретении недвижимости на котловане, да, то есть застройщик дает самую выгодную цену для покупателя и самую невыгодную цену для строительной компании. Как правило, да, то есть предусмотрено 3-4 повышения цены. Таким образом, от начала строительства до момента завершения строительства вы совершенно спокойно можете сэкономить до 30%. Некоторые проекты имеют, получают разницу в цене до 50%. Это подозрительно всегда очень. Нет, ну почему же это? Ну, опять же, я еще раз говорю, я исхожу, ну, вот скажем, в России 50% все-таки сейчас не бывает. Здесь бывает. И во всех проектах, нет, сейчас вот не поймите меня неправильно, я не говорю, что любой проект, собственно говоря, принесет вам прирост до 50%. Конечно же нет. Я вот, например, даже могу привести вам пример проекта в Махмутлари, который в сентябре прошлого года начинался в ценовом диапазоне, да, там вот 35 тысяч евро. У меня инвестор сейчас выставил квартиру там за 60 тысяч евро. То есть, он 100% просто наложил. Неинтересны мне ваши эти 30-50%. Небольшой сбой сейчас, секунду, вы рассказывали дивную историю про человека, который 60%. А за 60%-то… Ну, не 60, он купил за 38, наложил 60. Это сколько получается? Почти 75%. Да, почти 75%. Ну, одно дело, знаете, предложить, а другое дело за эти цены продать-то реально. Да, вот смотрите, мы ему тоже сказали, что, ну, это достаточно проблематично будет. На что, как бы, покупатель, вот поймите, в этой ситуации я как агент могу только направить, посоветовать, да, то есть, сказать свое мнение, но повлиять на цену продавца я не могу, то есть, как бы, его квартира, тапу на нем, то есть, все. Он сказал, я не тороплюсь, и я уверен, что вот эта вот квартира по моей цене действительно продастся. И вы знаете, смотря сейчас на рынок, у него, во-первых, квартира большой площади, 70 квадратных метров, сейчас, грубо говоря, в новых объектах недвижимости такую площадь получить уже не представляется возможным, я имею в виду вот те, которые начинают сейчас строиться, если будет интересно, потом даже расскажу, почему. Поэтому я думаю, что он не торопится, да, то есть, ему не нужно получить эти деньги завтра, то есть, я думаю, что, в принципе, как бы его цена, да, вполне нереально, то есть, пускай он ее продаст не за месяц, не за два, может быть, ему нужно будет подождать 3-4 месяца, но шансы на продавца, то есть, у него это не то, что, да, там его квартиру никто даже не будет смотреть и рассматривать, то есть, это нормальная цена, то есть, такие проекты тоже есть. В каждом ли проекте возможен такой прирост? Конечно, нет. Тут изначально нужно смотреть на ту цену, которую вам предлагают, и изначально нужно смотреть на выгоды и какие-то уникальные моменты, которые присутствуют именно в этом объекте недвижимости. Если вы понимаете, что вы посмотрели рынок, и вот тот проект, который вам советуют риэлтор, действительно, да, там, уникален в чем-то, то 30% прироста вы получите совершенно точно. Окей, это первое преимущество, которое вы получите. цены, то есть, уже второе, первое, то есть, что вы изначально покупаете по низкой цене, второе, что квартира у вас растет, ну, будем, да, то есть, возьмем минимальные проценты на 30%, там, 20-30%, далее рассрочка платежа, это тоже замечательное преимущество объектов на стадии строительства. У всех объектов на стадии строительства предусмотрена рассрочка платежа, то есть, беспроцентная рассрочка с первоначальным взносом, он может колебаться от 30 до 50%, и на оставшуюся сумму вам предоставляется беспроцентная рассрочка на 12 месяцев, 18 месяцев, 24 месяцев, есть даже некоторые объекты на 36 месяцев, да, их не очень много, но, тем не менее, они тоже есть. Вы оставшуюся сумму делите платежами, она вносится в график, и вы совершаете свои оплаты. Еще одна выгода, покупая жилье на стадии строительства, вы можете внести какие-то свои изменения в отделку, да, то есть, то, что хочется именно вам, например, вам не нужно два санузла, вы хотите сделать себе гардеробную, или вы хотите установить теплые полы во всей квартире, то есть, покупая объект на стадии строительства, вы также все это можете согласовать застройщиком, внести все эти изменения в контракт, и уже потом на выходе получить то, что вы хотите. Смотрите, такое уточнение, вот вы сказали про рассрочку. Вот, предположим, объект строится, ну, там, допустим, два года, в Турции строят быстрее, но, допустим, два года. Рассрочка, возможно, только на срок до окончания строительства, до ввода в эксплуатацию, или нет? Нет, потому что я, например, услышал про довольно частый случай, когда ты не совсем в начале строительства заходишь, а когда уже там дело близится к завершению, и там остается два-три месяца до сдачи, и в этом случае рассрочку тебе не дадут. Ну, на два-три месяца дадут, да, окончание строительства. А, только на два-три месяца дадут. Ну, опять-таки, можно договориться индивидуально, но вот этот вот от срока окончания строительства, ну, бонусом, опять-таки, да, то есть, вот, как он тебе рассказывал, что скидки выбиваем 500 евро, также у застройщика там дополнительно два-три месяца можем, да, то есть, дополнительно попросить для клиента, но не больше, то есть, у них есть определенные сроки, они, то есть, в этот сроке хотят все сдать и получить свои денежные средства и направить их на другой проект. Окей, ну, хорошо, давайте с достоинствами поговорим, а теперь все-таки спрошу о рисках, о которых я говорю. Давайте. Да, значит, ну, первое, о чем мы с вами, в принципе, говорили, риск того, что объект просто не будет достроен. Я знаю, что и в России сейчас такого меньше, да, там, обманутые дольщики, слава богу, но при этом, когда ты общаешься с зарубежной недвижимостью и сталкиваешься, страхи у тебя все равно есть. Конечно. Как бы вы оценили вероятность подобного рода рисков? Ну, на самом деле, в Турции, в частности, там, в Алании, в Анталии, долгостроев или недостроенных домов, их практически нет. Да, то есть для того, чтобы получить разрешение на строительство, застройщик проходит такой ряд бюрократических процедур. Я вот часто тоже своим клиентам рассказываю, что иногда утверждают проект, получают разрешение дольше, чем строят, собственно говоря, здесь. Вот. И еще один важный момент для того, чтобы получить разрешение на строительство, я поруксата, то есть застройщик показывает, доказывает свою финансовую состоятельность, что это значит, что вы, то есть вот есть проект, который вы пытаетесь, да, там, утвердить, пытаетесь получить на него разрешение на строительство, то есть определенные затраты на реализацию этого проекта. Вы должны показать, да, что эти деньги у вас есть. Либо в денежном эквиваленте, либо вот допускают, да, то есть объекты недвижимости показывать, которые находятся в, собственности вашей компании. И получает застройщик, застройщик получает лицензию в Министерстве окружающей среды, градостроительства, ну то есть здесь все это, конечно, очень так контролируется органами. Ну и более того, я хочу сказать, что для того, чтобы обезопасить свою репутацию, все крупные компании, конечно, все равно стараются работать с застройщиками, которые уже много лет строят, и в которых мы уверены на 100%. Хорошо. Я вижу, очень вопросов поступило много, мы обязательно на них по максимуму ответим. В самое ближайшее время я просто перейду ко второму риску, о котором хотелось бы спросить. Особенно, когда покупаешь удаленно, ты все-таки не видишь объектов, ну то есть как бы что-то тебе показывают. 3D-фотографии, да. 3D-фотографии, и это история из будущего. По вашей практике, какова вероятность, каков риск купить не то, на что ты закладываешься. На что ты указали, да? Да. Тем более, все-таки 3D это такая история, это то, что дизайнер нарисовал, да, а то, что ты увидишь вживую. Дизайнеры и строители, люди очень часто с собой не ладящие. Смотрите, я вот тоже тогда немножечко об этом расскажу. К счастью, в Турции действительно вот 3D-фотографии соответствуют заявленному проекту, ну практически на 80%. Есть некоторые комплексы, вот вы представляете, показываешь 3D-фотографию, показываешь живую фотографию, у меня были клиенты, которые говорят, что вы нам картинки 3D показываете, покажите нам живые фотографии, они говорят, живые фотографии. Они говорят, нет, это же вы мне рассказываете, это 3D-фотографии, то есть не бывает так, то есть вот даже вот в некоторых, я говорю, проектах вот до такого доходят. Прежде чем начать строительство, архитектурное бюро, да, которое создает проект, оно его утверждает, то есть это не просто вот ты что-то нарисовал, да, то есть ты то, что нарисовал, все утверждаешь в мэрии и в кадастровом управлении. Более того, на каждую квартиру выпускается отдельная тапу и более того, да, когда вы получаете разрешение на строительство, вы утверждаете все, начиная от метража комнат, от метража стен, от того, собственно говоря, какие будут балконы, какая будет внутренняя инфраструктура, то есть утверждается все. И после того, как вы утвердили этот проект, он остается в муниципалитете, вы начинаете строить и к вам постоянно приходят разные контролирующие организации. В Турции есть такая организация, которая называется Япы Деницим, то есть это независимая организация, которая ведет контроль строительства проектов, да, то есть строите ли вы то, что вы, собственно говоря, ребята заявили, утвердили, да, и на что вы получили разрешение. Если нарушаются какие-то технологии, если какие-то несоответствия, то в Турции вообще все очень быстро, сразу выписывают штраф, причем, может быть, те, кто нас слушает и смотрит сегодня, знают, что штрафы в Турции, ну, на самом деле, они очень высокие, начиная, да, там, от простого превышения скорости, за которую сразу выписывают штраф, да, там, от 300 лир и выше, даже если ты, да, там, на километр превысил, грубо говоря, это то есть 3000 рублей за минимальное превышение скорости, я уже не беру вот эти все штрафы, которые связаны вот с такими технологическими нарушениями. И самый главный момент, пожалуй, да, то есть почему минимальные риски, то есть если вы строите не то, что вы утвердили, не то, что вы заявили, вы просто не пройдете акт госприемки проекта, то есть вы не получите технический паспорт, это вот тот искан, о котором, собственно говоря, наверное, многие наши слушатели знают. И, естественно, опять-таки, вот мы тут снова возвращаемся, что ни одна строительная компания, ну, не будет строить, вкладывать такие деньги, зная, что она не ведет комплекс в эксплуатацию. Поэтому здесь на 90%, да, то есть все проекты, они достраиваются согласно тому, что утвердили, что показали. Окей, перед тем, как задать следующий вопрос, я попрошу опубликовать в чате контакты, ну, Юлии и компании с Profit Real Estate, и чтобы была возможность связаться, ну, после завершения вебинара. Я вижу, сейчас вопросы уже ушли, слава богу, коллеги, Юль, ваши исправно отвечают, но мы потом ближе к концу все-таки вернемся. Я просто... Да, конечно, конечно. Я хочу уточнить этот вопрос, хочу про... Вот вы сказали про глобально, если построили не то, а если локально построили не то, были ли у вас хоть такие предприниматели? Ну, комиссия зачтет, предположим, как... Нет, не зачтет, нет, даже если вы локально построили не то, ну, то есть я имею в виду, опять-таки, что мы говорим о локальной... Я говорю про мелочи, вот смотрите, ну, там комната там 32 метра и 17 метров, а по факту у тебя получилось 31 метр и там 14 метров. Ну, я сейчас фантазирую, но буквально... Окей, давайте тогда так, я не поверю, но не бывает такого, чтобы пришел покупатель, уже принимая объект, и он бы не сказал, не, ребята, вот тут странное что-то, вот тут странное, ну, или у вас какие-то совершенно идеальные покупатели. Нет, смотрите, нет, конечно, чтобы покупатели, когда приходят, бывают в квартирах недоделки, да, то есть как бы безусловно... Везде, это даже в этом мире так бывает. Но во всех контрактах предусмотрен пункт, что строительной компании дается 30 дней на то, чтобы их, собственно говоря, устранить и уже непосредственно, да, то есть сделать в том виде, как хочет покупатель. То есть этот пункт есть в контракте, и, конечно, более того, мы же в Турции, здесь часто бывает, что какие-то недоделки присутствуют по квартирам, какие-то там недочеты могут быть, но они просто все устраняются. Но в целом я имею в виду вот архитектурный сам проект, там высота потолков, внешний вид, да, то есть дома, они делаются так, как в проекте. Этажность, да, то есть это все очень важно, потому что иначе просто ты, как я и говорила, не получишь технический паспорт. Окей, давайте тогда еще об одном риске. Хорошо, достроят-достроят. Вопрос сроков. Особенно это важно в случае, когда ты, знаете, рассчитывал получить, ну, условно, там, в апреле, чтобы курортный сезон провести, а получил в августе и минус один год курортной жизни. Какое место, и насколько в данном случае можно от этого закладываться и нужно быть готовым к чему-то подобному, особенно в текущих условиях? Все-таки, я не знаю, стройки замирали, не замирали на время. Были стройки, которые замирали, были стройки, которые продолжали строиться, несмотря на то, что, да, то есть вообще, по сути, все было закрыто. Но, опять-таки, я говорю то, что строительные компании и агентства по недвижимости могли продолжать свою работу, и были в этом году случаи, когда не сдали, да, проекты, например, у одного проекта была заявлена сдача на май месяц, они сдали, собственно говоря, его в конце августа, да, такие моменты были, но тут как бы важно понимать, что в этом году все-таки была объективная причина такая, как коронавирус, то есть, опять-таки, тут все зависело уже от собственника строительной компании. Кто-то там всех распустил, сказал, сидите по домам, да, не дай бог, а кто-то сказал, продолжайте работать, да, то есть, поэтому здесь как бы от этого все зависело, но, тем не менее, да, то есть вот эти послабления, причем их даже можно было в муниципалитете оформить, да, что и вам могли дать отсрочку на срок окончания строительства, вот на те три месяца пандемии, которые были. Но в целом в Алании, да, то есть крупные строительные компании, как правило, сдают объекты раньше сроков, которые мы прописываем в контракте. Мы в контракте, как правило, прописываем сроки с запасом полтора-два месяца. В пункте контракта, где указывается срок окончания строительства, у нас стоит пункт о штрафных санкциях. За каждый месяц отсрочки каждому собственнику строительная компания оплачивает штрафные санкции. Они тоже, опять-таки, варьируются от компании к компании, где-то это 150 евро, где-то 250, где-то 350 евро. То есть тут все зависит от строительной компании. На практике, ну, вот штрафные санкции, может, они и есть прописанные. Вот есть примеры, когда эти штрафы действительно выплачивались, потому что, ну, знаете, да, как это бывает, вроде, что-то прописали, а потом, ну, квартиру получил, ладно, главное... Ну, здесь, смотрите, здесь очень интересный такой момент. Здесь сроки окончания строительства прописываются не только в контракте между покупателем и продавцом, сроки окончания строительства прописываются также и в муниципалитете, когда вы подали проект. Вы же даете дату, когда вы закончите этот проект. Поэтому, если вы ту дату, которую вы предоставили в муниципалитет, также у вас идет просрочка, вам также муниципалитет выписывает штрафные санкции. И поверьте мне, то есть, если, конечно, застройщик, там, задержал, ну, не знаю, на месяц, ну, по каким-то там, мало ли причинам, может быть, очень дождливая была зима, да, не было возможности строить. Естественно, как правило, большинство собственников не, ну, как бы, тоже показывают понимание, идут навстречу, никакие штрафные санкции не требуют. Но, как правило, и застройщики стараются как-то, знаете, реабилитироваться, сделать приятно своим клиентам. То есть, я знаю, одну строительную компанию, они там на полтора месяца задержали срок сдачи, зато всем сделали и скан в качестве компенсации, да, бесплатно, то есть, всем собственникам просто сами оформили технический паспорт. Вот, есть те, кто действительно задерживают сроки строительства на 3-4 месяца, если приходит клиент и говорит, я вот, что у меня в контракте прописано, заплатите мне мои 550 евро, без проблем все это оплачивается. Здесь, смотрите, здесь немножко по-другому, здесь очень все завязано на репутации. Тем более, говорю, есть компании, которые работают годами, и сейчас, ну, действительно, просто люди из-за каких-то там штрафных санкций, каких-то моментов не хотят даже ни с чем с этим связываться, потому что репутация – это то, что нарабатывается годами, а разрушиться может в один миг, скажем так. Следующий вопрос как раз вот от нашего зрителя по поводу двойных продаж. Особенно тоже есть такое опасение, связанное с тем, что, ну, если покупаешь удаленно, ты вообще что-то можешь, конечно, контролировать, контролировать, но, по большому счету, далеко не все. Как бы вы оценили такие риски и что в случае делать? Смотрите, опять-таки, то, что касается двойных продаж, да, то есть в Турции точно так же, как и недостроев, двойных продаж практически не бывает, да, потому что это единая кадастровая система. Я понимаю, что этот вопрос, он, вы сейчас имеете в виду, если человек онлайн, например, покупает, как себя застреливать. Да, я что-то делаю, что-то кому-то… Выбирайте крупную надежную компанию, которая годами работает на рынке, да, то есть которая действительно дорожит своей репутацией, у которой есть большое количество готовых завершенных проектов, которые может предоставить вам, собственно говоря, какой-то определенный реферанс. Страхуйтесь, покупайте у крупной строительной компании через крупное агентство по недвижимости, потому что договора трехсторонние, таким образом вы с двух сторон будете застрахованы, потому что и агентство по недвижимости несет материальную ответственность и строительная компания. Ну и самый важный момент, друзья, все ваши платежи, которые вы совершаете за выбранный вами объект недвижимости, должны быть подкреплены квитанциями, которые в Турции называются макбузы, и в этой квитанции уже должна быть прописана ваше имя, фамилия и, собственно говоря, объект недвижимости, номер квартиры, за которую вы проводите оплату. Таким образом вы себя полностью этим защитите. Эти квитанции макбузы имеют юридическую силу в любых судебных инстанциях Турции. Юля, ну хорошо, по вашему опыту, было хоть раз случай дуальных продаж у вас в вашей практике? Нет, у меня, слава богу, не было, потому что я еще раз говорю, я работаю только с компаниями, в которых я уверена, как в себе, и соответственно, то есть у нас таких моментов не было. Хорошо, тогда вопрос. Я не прошу вас называть, ну, в абсолютных цифрах, но давайте возьмем, сколько сейчас строек в Алании ведется, ну, несколько десятков, да? Очень много, да, очень много сейчас. Допустим, вот можете ли вы, я не прошу называть сейчас название строительной компании, не могу называть. Но я не буду. А если, да, что-то вы смотрите на него и говорите, нет, вот нет, потому что риск. Да, да, да. Я открыто об этом говорю своим клиентам. Открыто причем. Этот риск, потому что в чем? Вот что вам не понравится? Потому что вы эту компанию не знаете, или вы знаете ее с плохой стороны, или вы знаете, что у нее какая-то финансовая проблема? В чем ваша компания? Да, у нас небольшой город. У кого какие финансовые проблемы или отсутствие проблем, мы, конечно же, знаем. Бывает такое, что приходит человек, да, то есть, который вот только начинает заниматься строительством, но я знаю, что за этим человеком такая мощь в финансовом плане, что он может продать вообще весь проект, не трогая ни копейки, да, вот с денег инвесторов, ну, построить, у него есть на это деньги. А бывает такое, что вот иногда вот у нас есть несколько проектов в Махмутларе, когда человек оставляет запрос по этим проектам, я откровенно говорю, что я в этом проекте продавать не буду. Вы хотите, пожалуйста, идите в другую компанию, покупайте в этом проекте. Почему не буду? Потому что я знаю, что они не получат технический паспорт. То есть у них не будет искана, то есть это уже понятно, об этом все знают, там были определенные нарушения. Это же вопиющий, ну, в каком-то смысле вопиющий случай. И, я так понимаю, ну, обладая такими знаниями, вы редко обманываетесь, да? То есть как бы… Ну, конечно. Я имею в виду, обманываетесь, то есть что вы видите, что проект плохо, как правило, он плохо и оказывается. То есть получается, что, ну, вот можно показать сейчас в том же Махмутларе несколько точек, что вот тут плохо, и придем и увидим ОПП. Конечно. У меня есть проекты, в которых я говорю, то есть я открыто говорю об этом клиентам, что я в этом проекте продавать не буду. То есть, пожалуйста, я могу вам предложить вот этот, вот этот, вот этот проект. Хотите этот, идите в другую компанию. Компаний много, выбирайте тех, кто вам продаст. Есть компании, которые продадут. Окей. Мне просто это не очень интересно. Хорошо. Давайте пару слов буквально здесь я… Тем более, что вопросы у нас были на этот счет. Чисто формально оценим, с формальной точки зрения, этапы сделки и как правильно купить на этапе строительства, а потом уже перейдем к конкретным примерам. Тем более… Вопросов… Ой, вижу, много вопросов. Нам еще на вопросы с вами сегодня отвечать. Давайте по планам проведения сделки. Планам проведения сделки на этапе строительства. Все происходит следующим образом. Вы выбираете объект недвижимости. После того, как вы выбрали объект недвижимости, то есть у нас с вами идет обсуждение вашего графика оплаты. Вы оговариваете график оплаты. Мы обсуждаем его со строительной компанией. Первоначальный взнос, как я говорила, варьируется от 30 до 50 процентов. Но опять-таки, да, собственно говоря, все индивидуально. То есть если вам понравился какой-то объект недвижимости, где заявлен первоначальный взнос 50 процентов от стоимости, а у вас есть только 35, это не значит, что мы не сможем договориться и получить для вас индивидуальный график оплаты с первоначальным взносом 35 процентов от стоимости. Основное, что я люблю Турцию, да, не только в сфере недвижимости. Первое, да, что приходит, наверное, на ум, это клиента ориентированность. Точно так же и в агентствах по недвижимости и в строительных компаниях здесь. Все готовы к общению и все готовы на то, чтобы, да, то есть вот максимально приблизиться к тому, что хочет клиент. Максимально пойти на встречу. Ну, я, конечно, не говорю сейчас, да, то есть если у нас начальный взнос 3000 евро, то есть тут уже все-таки нужно будет, ну, быть стереалистами. Это лучше, да, да. Поэтому обсуждаем график оплаты. Далее заключается контракт, собственно говоря, и вы начинаете выплаты согласно контракту, да, то есть существует два варианта, вот там был слайд с презентацией, мы его проскочили, но я остановлюсь на нем сейчас немножечко подробно. Есть два варианта, да, то есть первый вариант, это когда вы оформляете топу свидетельства о собственности при совершении вами последнего платежа, то есть через 12-18 месяцев, ну, когда там срок окончания строительства у данного объекта. И есть второй вариант, когда строительная компания после первоначального взноса сразу переоформляет на вас свидетельство о собственности. На остаток суммы, которую вы будете оплачивать в беспроцентную рассрочку, накладывается беспроцентное обременение со стороны застройщика, да, то есть это делается для того, чтобы вы, собственно говоря, на радостях не пошли и не перепродали эту квартиру с прибылью, да, то есть поэтому здесь это просто строительная компания страхует себя, когда вы совершаете последний платеж, строительная компания идет и снимает это обременение, и вы в итоге получаете совершенно чистую квартиру, в которой можете делать все, что вашей душе угодно. Ну, это вот то, что вкратце о этапах приобретения недвижимости. Наша компания, да, то есть полностью ведет все сделки, предоставляет юридическое сопровождение от А до Я, и после оформления недвижимости мы еще и предоставляем вам послепродажный сервис, что тоже очень приятно. Я тогда пока нет Филиппа, давайте поотвечаю на вопросы, которые я вижу, собственно говоря, в нашем чате. Итак, вот был вопрос, который задавали мне, а как строительная компания может оформить ТАПУ, если технического паспорта еще нет на объект. На самом деле, наличие технического паспорта абсолютно не влияет на оформление ТАПУ, да, то есть это два, ну, как бы не связанных между собой объекта. ТАПУ на квартиру, это свидетельство о собственности на квартиру, а технический паспорт, это прием к муниципалитетам, да, которая делается, когда объект сдается, собственно говоря, в эксплуатацию. Поэтому это два совершенно как бы разных момента. Есть огромное количество старых построек турецких, где нет технического паспорта, но тем не менее люди имеют ТАПУ. То есть поэтому совершенно без каких-либо проблем вы можете оформить ТАПУ, даже если нет технического паспорта. Более того, я хочу вам сказать, что есть некоторые объекты недвижимости, где нет технического паспорта, да, то есть люди об этом знают и все равно оформляют ТАПУ на, собственно говоря, свое имя. Поэтому это возможно. Пока вас не было, я вот тут просто решила... Да, я вас слышал, это, между прочим, американская платформа, американская платформа, дает маленький сбор. Юля, вот вопрос еще один, который, потому что поступил, строят много. Вот сейчас много строят, а ваши ощущения... Ну, опять же, тем более, что мы сейчас будем переходить уже к конкретным примерам и к конкретным районам. Вообще инфраструктура и Алания в целом, насколько они готовы к такому буму? Ну, то есть ни один и ни два мы знаем примеры, когда безумное-безумное-безумное строительство и... Ну, у нас нет безумного строительства. Думаете, что вы не назвали его? То есть оно такое умеренное? Ну, на самом деле, опять-таки, я говорю, такого вот, что прям вот это вот все одновременно застраивается, нет такого. Махмутлар, вот даже, грубо говоря, сам район, где больше всего было построено объектов недвижимости, да, то есть на сегодняшний момент это Махмутлар. За последние 11 лет больше всего объектов было построено так. Но все это шло вот настолько постепенно, что, знаете, заезжая в Махмутлар, вот не было такого, что там вот шум отстроено, отбойных молотков. Нет, то есть один проект в одном месте, другой проект в другом месте, и инфраструктура готова. Более того, вот я опять-таки хочу сказать, да, о том же, вот возвращаясь к тому же самому Махмутлару и инфраструктуре, раз мы об этом заговорили. Я помню этот район 11 лет назад, вы знаете, на границах Махмутлара с Кестелем и на границах Махмутлара с Каргаджаком, ну вот реально, вот курочки бегали, то есть там была такая вот прям экосистема еще не нарушенная. Сейчас, конечно, этого нет. И вот мы когда продавали, объекты, ой, здесь будет парк, или там здесь будет то-то. Люди так смотрели и говорили, ну да-да, рассказывай, будет парк здесь. А сейчас мы приходим и говорим, вот видите, обещали парк, принцип это сделал. И лимонные деревья остались. Да, и апельсиновые тоже. Что блядь. Давайте все-таки буду сейчас периодически отвлекаться на вопросы, потому что мы сейчас уже перейдем к проектам. Вот вопрос, интересует вода питьевая из крана и газификация, или вода из крана техническая в Алании? Рассказываю. Да-да-да, я на этот вопрос отвечаю. Вот вы знаете, каждый день своим клиентам они все умеют пьются. Юля, можно? А то я просто не знаю, откуда. Почему так? Вода у нас у меня удивительная. Смотрите, вода у нас в Турции идет в горных источников, и да, она действительно, то есть точно такая обогащенная минералами, я назову это так. Что это значит? Вот лично я воду эту не пью из-под крана, но у меня есть огромное количество и турков, и иностранцев, которые воду из-под крана пьют. Пить ее можно. У меня просто как-то в семье вот так с детства принято, мы в России никогда, я из России сама, мы никогда не пили воду из-под крана. Поэтому, собственно говоря, и здесь в Турции я покупаю бутилированную воду, и в моей семье пьем мы бутилированную воду. Но готовлю я на воде из-под крана. В чайник я наливаю воду из-под крана, то есть она абсолютно нормальная. Ну, просто, как я и говорила, из-за вот этих вот минералов, то есть в чайнике, да, там периодически бывает накипь, ну, то есть все это в наше время, мне кажется, можно как бы есть средства, которые со всем этим борются. То есть это вот единственный момент. По всей Алании такая ситуация. Ну, это не только по всей Алании, в Аталии точно так же, в Кемере точно так же, то есть вот везде, где она идет вот с этим гор, то есть вот этот момент наблюдается. Да, это везде. Это не только в Алании, это и в Анталии, и в Белеке, и в Кемере, на всем побережье. Окей. Так, ну, продолжайте. Про газификацию хотела просто еще ответить. На сегодняшний момент в Алании центральной газификации нету, то есть многие тоже об этом знают, это не секрет. и по сути, да, то есть то, что касается газов, он у нас в баллонах, но тоже это настолько все как бы сделано для людей, что вы просто звоните по номеру телефона, говорите, что вы хотите заказать газ, ваш номер, если вы это периодически, да, то есть как бы заказываете, он уже есть в системе, они уже знают, какой газ на какой адрес, привозят его буквально в течение пяти, там десяти, максимум пятнадцати минут, все сами забирают, устанавливают, что им магнитик подарят вам с номером телефона, чтобы вы потом не забыли, куда звонить. Отлично. Ну, магнитик, это важно. Это, да. Это снова вот клиента ориентированная, надо же что-то подарить. Окей. Ну, давайте теперь, раз уж мы начали с Мухмутлара, у нас сразу несколько новостроек, которые вы, ну, с одной стороны, как бы рекомендуете, а с другой стороны, просто там очень большой выбор есть, поскольку там не Мухмутларом единым Алания Жива, но начнем именно с Мухмутлара, я тогда буду просто показывать объект, сейчас презентация откроется, и мы тогда будем про него говорить. Мы будем про него говорить, а в чат сразу прилетит ссылочка на объект на нашем сайте, на некоторые объекты, на один или на два у нас, по-моему, даже есть видеообзоры, мы тоже этими ссылками поделимся, все, кому интересно, смогут потом уже в спокойной обстановке посмотреть, изучить. Итак, кстати, Мухмутлар ваш любимый район или это любимый с точки зрения бизнеса, потому что там больше всего продается? Я очень хорошо отношусь к Мухмутлару, хотя сама я проживаю в другом районе, я проживаю в районе Тосмур, но опять-таки, да, район Тосмур не был моим выбором. На холме? Что, простите? На холме в Тосмуре? Нет, это не на холме, ну, как бы он не на холме, они все у нас на холме, у нас Кыргаджак, только ЭТП район, а так они все вдоль моря. Хорошо, рассказывай. Мухмутлар я люблю, да, то есть, почему опять-таки на сегодняшний момент в этом районе такая замечательная социальная инфраструктура, что вот честно мне кажется, что те, кто проживают в Мухмутларе, они уже и в центр, да, то есть, ездят крайне редко, потому что все отделения банков, огромное количество школ, детских садов, все магазины, которые так любимы нашими соотечественниками и Мадам Коко, и Инглишком, и Вайкики, все открылось в Мухмутларе, поэтому, по сути, надобность, да, то есть, ездить в центр города, она отпала. Да, конечно, захочется, если погулять, там по Оланийскому полуострову или по пляжу Клеопатры, конечно, люди приезжают, но так вот, то есть, все, что для качественного, комфортного и разнообразного отдыха нужно, это все в Мухмутларе в огромном количестве присутствует. Окей, смотрите, по Мухмутлару у нас сразу несколько проектов, вот первый. Первый проект, на котором я хочу остановиться и поясню, почему я хочу на нем остановиться, этот проект имеет такой очень интересный ценовой диапазон для объекта недвижимости нового, готового и в приближенности к морю порядка 200 метров, недалеко от вторничного рынка. Комплекс состоит из одного блока, вы видите его сейчас на ваших экранах на презентации, был сдан в эксплуатацию в этом году проект и мы предоставляем очень интересные условия на условия приобретения. мы даем 6 месяцев беспроцентной рассрочки, в принципе, даже до 8 месяцев может быть увеличен срок беспроцентной рассрочки, если чуть-чуть увеличится первоначальный взнос. При первоначальном взносе 50% от стоимости и еще всем покупателям дарим кондиционеры в каждую комнату. у нас вот такая вот акция с этой строительной компанией до 15 декабря, по-моему, заявлено, но я думаю, что для ваших клиентов мы даже ее сможем чуть-чуть продлить. Скажи, это был маленький, комплекс небольшой по размеру. Комплекс небольшой, совершенно верно, но, Филипп, к сожалению, в такой приближенности к морю в районе Махмутлар больших комплексов уже практически не найти. Вот самый большой комплекс у нас будет, по-моему, в презентации на этапе строительства, который самый большой, но и то он не очень большой получается. Поэтому в основном застройка сейчас в такой приближенности к морю идет точечная, такие вот как бутик-проекты, мы их называем, когда один блок, небольшая уютная территория и открытый бассейн. Так, ну давайте я тогда, значит, сразу буду показывать следующий проект. Да, это вот тот же все проект, о котором я рассказала. У нас следующий сейчас, поскольку презентация у нас довольно такая насыщенная, не очень быстро переключается, но сейчас переключится на следующий кадр. Ну, ничего страшного. Ну, вот смотрите, тот же Махмутлар. Единственное, насколько я понимаю, это все-таки рендер, да, и поскольку это рендер, надо понимать, что вот этот дом, он стоит, ну, не совсем уж так. Ну, да. Да, этот дом стоит не совсем так, но этот дом стоит буквально в шаговой доступности от древнего города Наула. Это очень красивое место, которое охраняется ЮНЕСКО, и это развалины древней старинной церкви, и там никогда не будет застройки. Так вот, у этого дома, да, то есть он прям вот стоит, развернут на этот древний город Наула, и с апартаментов открывается вид на вот эти вот развалины. То есть очень красивые видовые характеристики. Плюс тут тоже обращаю внимание, здесь всего лишь 350 метров до муниципальных пляжей района Махмутлар. И в этом проекте очень хорошая площадь у квартир, 63 квадратных метра, площадь Брутто на квартиры планировки 1 плюс 1, пентхаусы очень большие, здесь 165 квадратных метров. Обратите внимание на цену, 52 500 евро. Это цена на квартиры 1 плюс 1. Здесь в этом комплексе будет хорошая социальная инфраструктура, несмотря на то, что он вот такой небольшой. Здесь будет и открытый бассейн, и крытый бассейн, и сауна, и горка, и римская парная, и плюс еще и приятный бонус. Здесь вам до конца июня 2021 года при первоначальном взносе 40% от стоимости строительная компания предоставит беспроцентную рассрочку платежа. За наличную оплату, наличные оплаты считаются у этого застройщика первоначальный взнос в 75%, то есть 25% вы все равно можете оставить на рассрочку. Если вы 75% от стоимости оплачиваете, я сейчас вам скажу, сколько это, это порядка 59 500, оплачиваем на оставшуюся сумму рассрочка и скидка 5%. Это прекрасно. Это да, очень хорошо. Это прекрасно. Смотрим следующий проект. И опять же, Махмутла. Вообще, скажите, давайте по вашему опыту, вот каковы должны быть мои аргументы в пользу проекта маленького, и какие аргументы в пользу большого? То есть это чисто вот я хочу жить с большим количеством соседей или с малым, или есть еще что-то? Да, здесь, вы знаете, на самом деле это вот чисто зависит от покупателя. Есть покупатели, которые говорят, мы хотим малоэтажную застройку, да, вот именно такие вот камерные небольшие проекты. Есть группа покупателей, которые наоборот говорят, я хочу большой проект, да, то есть развитую как бы инфраструктуру и так далее. Это вот чисто сказать, что проект бутик-плана, да, там он лучше или хуже проекта с развитой инфраструктурой. Нет, здесь просто на каждый проект есть свои покупатели. А вот я понимаю, но вот смотрите, предположим, вот проекты, я не знаю, они и в Мухпутларе, я знаю, есть, но я чаще их вот во Фсаларе видел. Проект, знаете, такого гигантского гостиничного типа, там 8 корпусов, там сколько, тысяча квартир, и ты понимаешь, что приехав, ты с одной стороны не получишь уединения, с другой стороны, если ты приехал с детьми, которым хочется не два маленьких бассейна, а 10 больших, так лучше ехать в такой. И там, ну, понятные аргументы. И при этом, опять же, если мы говорим про Фсалар тот же самый, ну, к нему мы еще вернемся, то зимой там не будет никого, ну, или, по крайней мере, будет скучнее. Вот если мы говорим про такие проекты? На самом деле, проекты с такой инфраструктурой, они есть и в Фсаларе, есть и в Мухмутларе, есть и в Карагаджаке, есть и в Центральной Алании, то есть проекты, которые состоят из большого количества блоков и большого участка земли, есть в каждом районе. Другой момент, почему у всех на слуху Фсалар, потому что там дешевле, да, то есть там дешевле земля, и ввиду того, что он чуть отдален, да, то есть как бы от центра города того же самого, вот, то есть поэтому там просто эти проекты доступнее. Например, в Карагаджаке есть великолепный проект, где тоже огромное количество бассейнов и вообще все, но там ценник на 1 плюс 1 от практически 100 тысяч евро, понимаете, начинается в то время как в Фсаларе, ну, правда, в Карагаджаке это будет первая линия, а в Фсаларе, например, на расстоянии одного километра от моря, полутора километров от моря можно купить 1 плюс 1 за 38. Ну, и знаете, я еще, как я для себя определяю, любой человек, побывавший в Центре Алании, гарантированно побывал во Фсаларе, он просто мимо проезжал. Да, ну если с Газипаши летел, мог не побывать. Я вот не знаю, все говорят про аэропорт Газипаша, у меня куча знакомых, которые побывали в Турции и куча сейчас вот находится в Турции. Ни один из них в Газипаши не был. Да, я ваш знакомый, который был в Газипаши. Вы не считаетесь, потому что вы там живете. Вы там живете уж, конечно. А куда вы летали из Газипаши? У нас в Газипаши летала, и в Анкару летала, и в Стамбул летала, и в Москву летала. А, в Москву летали, вот это интересно. То, что в Анкару... А, есть уже рейсы в Россию, я просто... Конечно, конечно, и в Россию есть рейсы, в Европу есть рейсы. Анталия еще сдерживает и Казахстан, и Украину, но вот с Украиной у них прям вот уже хорошие договоренности. Я думаю, что еще сезон два, и Украина тоже будет летать. А с Москвой и еще с некоторыми городами, не только с Москвой, из других городов, из Екатеринбурга, да, по-моему, тоже летают. С Екатеринбурга в летний промежуток времени летают еще из нескольких городов. Ну, то есть Победа летает непосредственно в Газипашу. А с Москвой так вообще, вы знаете, такое ощущение, что даже быстрее, быстрее долететь, чем... Ну, да, практически тоже быстрее. До Алании все-таки там, ну сколько там, 120 километров против 60, да, условно говоря? Да, 40 километров, получается, расстояние Газипаши и Алании, от Алании до аэропорта Анталии, 120 километров. Но 120 километров тоже не стоит их бояться, потому что это автобан, прямая дорога без светофоров. То есть я на своей машине за час доезжаю, ну, трансфер, конечно, он медленнее едет, чем я, безусловно. То есть порядка полутора часов везет индивидуальный... Я говорю сейчас об индивидуальном трансфере, не групповой, который там... Ну, понятно, групповой может сколько угодно. Полтора часа, ровно полтора часа доезжают наши клиенты. Прервал вас, когда вы показывали следующий объект, сейчас он пока открывается. Я пока вспомнил, что если ехать из Газипаши, тут единственный еще момент такой есть, там дорога хуже. Она такая петляющая, красивая, но петляющая. Вот нет, опять-таки, Филипп, это старая дорога на Газипашу, о которой вы говорите, красивая, обидляющая. Ну, может быть, вас тут повезли по ней, а сейчас есть новая дорога до Газипаши, которая абсолютно прямая, комфортная и вообще никаких моментов. Но я хочу вам сказать, что если бы наш с вами разговор, например, состоялся где-то там месяц назад, я бы вот даже еще удивилась, потому что я живу уже вот именно в Алании 10 лет и только вот в этом году, буквально месяц назад, вот увидела первый раз вот эту вот старую петляющую дорогу. Вот вы видите точное расположение на карте Махмутлара. Это часть, которая ближе к Каргаджаку. И в этом проекте замечательные просторные квартиры планировки 2 плюс 1 с отдельной кухней. Ну, по инфраструктуре, естественно, да, то есть, как и во всех новых проектах, это полная начинка, это и открытый бассейн, и сауна, и фитнес, и джакузи, и детская площадка. Словом, все, что для комфортного отдыха нужно в этом проекте предусмотрено. Естественно, да, то есть, это полная чистовая отделка, опять-таки, в квартирах очень высокого уровня. Я очень хорошо отношусь к этому застройщику, потому что у них действительно хороший выбор и стройматериалов, и хороший подход к работе. И приятный ценник, собственно говоря, от 51 тысячи евро начинается цена на квартиры планировки 1 плюс 1 на первом этаже. Как с парковкой? Вот во всех комплексах, о которых речь идет, что вообще? Вы знаете, у нас вот как сильно такая вот проблема с парковкой, она вот не такая насущная, как в России, вот, потому что у нас и в комплексе, да, собственно говоря, есть всегда место для парковки, ну, не на большое количество машин, но и мы все паркуем машины на улице, у нас абсолютно безопасно в этом плане, да, то есть, вы реально вот где оставите машину, там ее и заберете. И вот просто тоже, чтобы отвлечься, мне всегда, мои клиенты, да, то есть из стран СНГ, особенно вот москвичи, мы когда идем смотреть проекты, я могу оставить в машине, ну, прям вот на первом сидении, там, сумку, айпад бросить, например, они меня вот всегда хватают, вот прям стучат по плечу, говорят, Юля, ты забыла? Я говорю, нет, я ничего не забыла, да ты что, сейчас же придут, разобьют стекло, все вытащат, я говорю, да нет, ребята, я могу оставить машину с ключом у маркета, пойти купить ее в маркете, сесть и поехать, да, то есть, не выключая машину, у нас в этом плане, вот в Алании настолько в плане безопасности спокойно, что это, конечно, очень ощущается. Окей, давайте дальше, опять, из Мутлара мы пока не уезжаем, но вот стоимость всего 49 и расстояние. Да, это вот тоже проект на нулевом этапе, здесь вообще это офф-оф план, тут вот даже фотография такая вот одна у них, не готовы 3D, ни внутренней инфраструктуры, ничего, потому что прям вот предпродажи идут, обратите внимание, да, до 2023 года беспроцентная рассрочка на полных 24 месяца при первоначальном взносе, 40% от стоимости. Район субботнего рынка в Махмутларе, то есть вообще локация просто супер, рядом с морем, рядом со всей инфраструктурой, высокоэтажный дом от хорошей надежной строительной компании и, как я и говорила, то есть, ну, очень приятные цены, 49 тысяч евро за квартира 1 плюс 1. Ну, вот смотрите, тогда вот есть проект вот этот, да, есть, который предыдущий мы смотрели, ну, один подороже, другой подешевле, один рендер, второй рендер. Какой вопрос человек должен вам задать, чтобы вы порекомендовали, чтобы ответ ваш на него четко показал, нужно этот, а не вот этот? Все зависит, то есть, опять-таки, я говорю, что все зависит от того, что, собственно говоря, хочет человек. Вот я уже посчитала, в этом проекте, который вот сейчас у нас на экранах, первоначальный взнос составляет, да, 19 600 евро, 40%. На, вычитаем, 49, на оставшуюся сумму 29 400 вы можете получить 24 месяца без процентной рассрочки. Это значит, что ваш ежемесячный платеж будет составлять 1225 евро. В предыдущем проекте, который у нас минимальная цена 51 тысяча евро, там тоже первоначальный взнос 40% от стоимости, 20 400. Но рассрочка только до июня следующего года, да, то есть 21-го, минус 51 тысяча, 30 600 разделить на 7 месяцев, уже получается 4 371. То есть тут уже как бы будет выбирать покупатель, если он может платить, например, 4,5, грубо говоря, тысячи в месяц, да, то есть я, безусловно, могу порекомендовать ему купить тот проект, который быстрее сдастся в эксплуатацию. То есть потому что он сможет начать жить, отдыхать, сдавать в аренду, плюс в том проекте чуть-чуть побольше площадь квартир. Вы помните, я рассказывала с самого начала, что сейчас на все новые проекты, которые начинаются, площадь уменьшается, потому что беспроблемных участков земли их практически не остается. Там либо много собственников, либо еще какие-то моменты, и это все, соответственно, влияет на минимальную цену. Вот, поэтому как бы здесь все будет зависеть от того, какими средствами располагает покупатель. Сочная бухгалтерия в прямом эфире, мне очень понравилось, как вы подсчитываете и сразу говорите, что как будет. Давайте смотреть дальше. Мы опять-таки, как я понимаю, Махмутлар не покидаем, 100 метров от моря, и я вижу, куда тут смотреть. Да, помните, я говорила, что на сегодняшний момент в Махмутларе, да, то есть практически, когда первый проект я показала, вы спросили, да, что он такой вот, ну, как бы очень компактный, маленький. То есть в приближенности к морю сейчас очень сложно, да, то есть найти объекты недвижимости с большой территорией, потому что ну просто нет земли. Вот преимущество этого проекта, что у них достаточно большая будет парковая зона, плюс очень хорошая локация. Вот сейчас на этой 3D-картинке у нас просто, да, вот место расположения проекта, но на самом деле здесь по плану муниципалитета, вот с левой стороны, видите, видно, идет речка, ее видно, да, она там проходит. И по государственному плану вдоль этой реки предусмотрена безумно красивая парковая зона, то есть которая будет сделана в Турции, не только в Алании, вообще в Турции, все государственные проекты, которые есть, они все реализуются. Другой вопрос, то, что какие-то быстрее, какие-то нет. Вот, так вот, у этого проекта будет вот такой вот бонус в виде того, что в будущем муниципалитет сделает красивую вот эту вот парковую зону с двух сторон, вот этой вот небольшой... Ну и цена, соответственно, я гляжу, здесь уже... Но здесь 2 плюс 1, Филипп, это не 1 плюс 1 квартира, да, здесь в этом проекте большие квартиры, планировки 2 плюс 1 и 3 плюс 1, поэтому для такой приближенности к морю, для такой инфраструктуры и для такого куска земли, который, да, то есть достаточно большого, который там, ценник 91 тысяча евро, это невысокий ценник, да, то есть опять-таки с тем, что у вас практически, да, там на полных морях, 18 месяцев, здесь предусмотрена беспроцентная рассрочка платежа. На верхних этажах здесь есть квартиры, у которых вот будут открываться хорошие рядовые характеристики. Окей, смотрим дальше, следующий проект, и мы уже переезжаем из Мухмутлара. Мы приближаемся к центру, потому что, как я вижу, это район Оба. Да, совершенно верно, это район Оба, но это верхняя Оба. То есть вот то, что касается центральных районов, Алания, Оба, здесь, застройка, я говорю, все уже давно очень плохо, потому что земли вообще нету, и вот сейчас пользуются популярностью, да, тут район Верхней Обы. Верхняя, это вот за окруж... За объездной дорогой, да, да, совершенно верно, то есть это промежуток ОБ от старой объездной дороги до новой объездной дороги. У нас сейчас как бы две объездные дороги, идет вот улица вдоль моря, потом идет улица 25 метров, потом вот Чевриол, да, вот эта вот старая объездная дорога, и сейчас еще Ени-Чевриол у нас есть, новая объездная дорога. Вот, этот вот проект как раз находится между двумя объездными дорогами, очень хорошая локация у него, в принципе, недалеко от торгового центра Аланию, и зеленая такая вот, вы видите, на 3D-фотографиях, очень приятная зеленая территория. Малоэтажная постройка, да, то есть оба это вообще район, где у нас разрешена только малоэтажная застройка, то есть есть определенная категория клиентов, которые вот высотки, да, то есть вообще не воспринимают, говорят, нам только малоэтажные дома. И вот посмотрите, да, то есть строительная компания много лет строит на рынке, у них есть примеры их готовых уже с данных в эксплуатацию комплексов, которые можно посмотреть, потрогать. Я говорю, у нас недавно клиентка, мы ее просто привезли показать как пример проекта в центре, ей так понравилось их качество, что она пошла и купила у них две квартиры на стадии строительства в этом проекте, да, то есть такое тоже бывает. Скажите, ну вот здесь, хорошо, я вижу бассейн, вроде такие тридцать, но порекомендуете ли вы такой комплекс тому, кто приезжает на отдых на 2-3 месяца? Тому, кто приезжает на отдых на 2-3 месяца, конечно, этот проект отдален от моря, да, то есть мы сразу об этом рассказываем. Есть люди, которые говорят, я возьму машину и буду, собственно говоря, да, там ездить на машине на море. Если мне человек говорит, что я хочу, чтобы море было в пешей доступности, то, конечно, нет. Этот проект интересен с точки зрения постоянного проживания, этот проект интересен на сегодняшний момент с точки зрения инвестиций для того, чтобы потом сдавать квартиру на длительную аренду, потому что, как бы, вот я бы, например, ставя даже вот себя, я бы сняла здесь квартиру в аренду, если бы я вот приехала в Турцию с целью, там, например, да, там пожить 3-4-6 месяцев в аренде, например, да, то есть, может быть, на зимовку в аренду. Почему нет, зимой мне особо моря не нужно, а такой вот красивый проект с такой развитой инфраструктурой, крытый бассейн, зона спа и так далее. Окей. Дальше смотрим элитный комплекс, люксовый проект у пляжа Клеопатра. Ну, то есть, это вот уже, я, кстати, не очень понимаю, центр Алании, он так и называется, центр Алании, или вот слово Далматаш, по-моему, там еще такое фигурирует? Далматаш, центр Алании, вот вся Алания состоит из нескольких районов, Алания, Оба, Тос, Муркестель, Махмутлана, Махмутлана. Да, 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 да. И вот получается, что центр Алании, когда мы говорим о центре Алании как отдельном районе, да, то есть, конечно, в нем есть еще районы, это и Дамлаташ, и Гюлель-Понары, ну, тут куча районов своих. Вот этот, вот именно этот проект, он находится в районе Дамлаташ, как раз-таки, то есть, когда вы будете спускаться вниз, вы будете спускаться сразу на пляж Клеопатры. Этот проект вообще не дает мне, скажем так, покоя, потому что он будет находиться прямо напротив нашего офиса, да, то есть, все, кто приобретет в нем квартиры, станут соседями с нами, то есть, вот мы прямо через дорогу. А море, значит, море здесь как далеко, вы сказали? Море порядка 354-100 метров, то есть, это самый центр Алании, недалеко от рыбного рынка, то есть, вот с одной стороны у нас рыбный рынок находится, с другой стороны, соответственно, вы идете на пляж Клеопатры. Слушай, от рыбного рынка до пляжа всего метров 354. Нет, от рыбного рынка до пляжа Клеопатры 700 метров, а этот проект 300 метров вниз от рыбного рынка. Понятно, понятно. Рыбный рынок, это хорошо. Кстати, он сейчас работает? Да, конечно. Там не закрыто совсем? Нет, не закрыто, сейчас сезон хамси, мезги, там всяких этих вот маленьких черноморских рыбешек, вот, поэтому как бы активно работает. Ну, рестораны, которые там, они, конечно же, закрыты, но сам по себе рынок, да, то есть, где вы можете прийти, купить свежую рыбу, свежие морепродукты, чего там только нет, все это работает. Окей. Так, это значит у нас... Несколько слов о проекте, да, вы посмотрите. Красивый такой вот очень проект, центр города, люксовый будет проект. Люксовый проект, это значит, что тут, ну, и ценник соответствующий, вы сами видите, ну, нулевой этап 81 тысяча евро на квартиру планировки 1 плюс 1. Вот здесь, кстати, строительная компания не делает скидки вообще никакие. У нас была клиентка, которая предлагала там чуть больше первоначальный взнос, чем они хотели, просила хоть какую-то минимальную скидку, сам не сделал и нам не разрешил. Тоже сказал, что нет, вот, как бы наша цена, она не будет падать. 81 тысяча евро, завершение строительства в 2022 году, и здесь у нас все квартиры планировки 1 плюс 1, 2 плюс 1, это пентхаусы на верхнем этаже. А так, то есть, на всех этажах только планировка 1 плюс 1. Интересный проект для тех, кто хочет инвестировать в центр, для тех, кто хочет инвестировать, я имею в виду, здравствуйте, именно в центр Алании, кто хочет выгодно сдавать квартиру в аренду, кто сам привык находиться, да, то есть в центре жизни, тусовки, вот, то есть это такой очень интересный проект. Супер. Ну и редкий суд, поскольку место, тут уж точно с местом. Да, здесь, я говорю, это прям вот. Вот, мы его в саларе. Вот мы его в саларе. Слушайте, а вот тут тоже, вот с саларом, тут просто прокомментируйте картинку, там вот эта зелень будет рядом, или это тоже в центре все-таки? Нет, вот так рядом зелени, конечно, там не будет, то есть вот эти вот леса, которые во в саларе есть, они будут чуть выше, но он не в центре-то, нет, он немножечко так вот отдален от моря, потому что у нас здесь порядка полутора километров от моря, то есть он вот в такой вот тихой, спокойной зоне, которая на сегодняшний момент, вот она вот только начинает, начинает развиваться. Поэтому, собственно говоря, вы видите, что тут и ценник, да, то есть у нас соответствующий 38 тысяч евро и... В саларе это, для салара 38 тысяч евро, вот сейчас по текущим ценам, ну понятно, что в уровне проекта, это все равно дешево, даже для... Это дешево, это даже для салара дешево, потому что в среднем, да, то есть вот там есть еще некоторые проекты, у нас в саларе на 110 строительство дешевле 50 тысяч евро, квартир планировки 1 плюс 1, в больших проектах. В саларе есть тоже и маленькие проектики, вот в маленьких проектах, да, где один блок и бассейн встречаются за 35, есть у нас такой проект, например, тоже в нашем портфолио, но тут все-таки проект, да, то есть вы видите, что большая территория, развитая инфраструктура, поэтому здесь ценник ниже среднего, но я сразу хочу сказать, что это просто, да, вот у них вот старт продаж, нулевой этап, то есть этот ценник, ну, продержится, может быть, месяц-полтора, потом они сделают повышение цен. То есть многие строительные компании... Да, слушаю. Говорите вы, а потом я задам вопрос. Многие строительные компании, да, когда им нужно реализовать вот этот вот быстрый старт продаж, они прям чуть ли не по себестоимости выставляют эти квартиры, продают там 5-10 процентов, да, то есть проект уже получает какое-то имя, да, то есть о нем уже начинают разговаривать, они сразу быстро повышают цены. Поэтому важно успеть, успеть именно вот на этот вот самый первый нулевой этап, а для этого важно, чтобы у вас был риэлтор, который о вас помнит и постоянно держит вас в курсе. Вы на кого-то навлекаете явно, Юлия. Конечно. Окей, скажите, опять же, вот в этих крупных проектах, ну, не берем проекты уж совсем первые, которые строились во ВСаларе, наверное, так активно, сколько, лет 6-7 назад, все-таки до этого там была только гостиница, как мне кажется. Я могу рассказать, я уже работала в сфере недвижимости, когда одна крупная строительная компания начала, да, то есть реализацию первого проекта, он состоял из 10 блоков, находился на территории 24 тысячи квадратных метров на расстоянии 600 метров от моря. Вот когда эта крупная строительная компания пришла, собственно говоря, да, там в офис компании, где я работала в тот промежуток времени и стала рассказывать о том, что вот они планируют в Саларе вот такой вот проект, все так очень удивились, вот прям вот в прямом смысле слова, так вот пожали плечами и подумали, господи, зачем, зачем они это делают. Но вот тот проект, он имел такой успех, то есть, что после него именно и началась эра развития района в Салар, вот с точки зрения строительства вот этих вот крупных комплексов с отельной инфраструктурой. Окей. Это было в 2010 году. Ну да, ну хорошо, 10 лет назад, да, вот с тех пор, так вот, если мы берем проект, там, 5-6-летней давности, крупный, вторичку, вот сейчас вы сказали цифра 38, он будет построен там через 2 года, вот на вторичном рынке, уже функционирующем 5-6 лет в проекте. Дешевле 50 нету. Уже нету? 1 плюс 1, дешевле 50 нету. А, 1 плюс 1. А год назад было? И год назад. Ну, то есть, смотрите, 45-49 для Салара в больших проектах это срочная продажа. То есть, например, вот те же самые мы возьмем с вами 5 лет назад, начинался другой крупный проект на расстоянии 400 метров от моря, там уже было порядка 8 проектов, этот вот новый проект начал засрочить, он минимальную цену по тем, ну, как бы дал, 53 тысячи евро у него было 1 плюс 1 на нулевой этап. То есть, мы в этом проекте 1 плюс 1 продавали из-за 62, из-за 68, и в этом проекте, кстати, по-прежнему почти нет перепродаж, то есть, мне вот не встречались перепродажи. Окей. Ну, и если я правильно понимаю, из проектов вот последний, который мы сейчас с вами смотрим, это вообще из Салара в другую сторону едем, едем в Каргаджак. Да, едем в Каргаджак мы с вами. Прошу прощения, здесь просто пытались, а у меня клиенты, я им уже не мигаю, не мигаю. Сейчас, например, вас отпустим, уже буквально через 5-7 минут. Нет, не страшного. Переносимся с вами в Каргаджак. Каргаджак на сегодняшний момент безумно интересный инвестиционный район, престижный. Здесь практически вы не встретите комплексы эконом-класса, здесь все качественное, дорогое, такое прям, ну, такой прям престижный, хороший район. Проект, который мы подготовили, имеет замечательную локацию, находится всего в 100 метрах от моря. Это тоже предпродажа, да, то есть самый нулевой этап. И здесь у нас разные квартиры, квартира планировки 1 плюс 1, квартира планировки 2 плюс 1, квартира планировки 3 плюс 1, разные площади. Посмотрите, тоже сейчас вот у нас покажут месторасположение. Вот буквально 100 метров от моря находится этот проект, то есть это практически первая линия. Скажите, ну вот Каргаджак, хорошо, престижное место, но для меня, как для человека северного и морелюбящего, вообще история довольно удивительная. Вот пляжи в Каргаджаке, ну, объективно, это не Клеопатра и даже это не пляжи в районе Оба. Они лучше. Как? В Каргаджаке лучше? Там же такая галька, и там еще не везде, и войти в море можно. Нет, на самом деле, на сегодняшний момент бухты и пляжи Каргаджака являются одними из самых распространенных, из самых вообще красивых пляжей, которые есть во всей Аландии. То есть вот если вы спросите меня, Клеопатра или Каргаджак, я на Клеопатру не пойду никогда, вот честно. Вот мне даже еще, если денег добавить, я в городе никогда не пойду. Я ее не люблю, я не понимаю, почему я, например, должна платить 50 лир за шезлонг и зонтик, а когда в другом месте это стоит 15. То есть, ну, как бы, на палаченчике я лежать не люблю, то есть я люблю лежать на шезлонгах и зонтиках, и я, правда, искренне не понимаю, вот почему за то, что это пляж Клеопатры, я должна как бы... Потому что рядом фуникулеры. Потому что рядом фуникулеры. Ну, то есть, опять-таки, это лично... Я не говорю, что пляж Клеопатры плохой, я говорю... Ну, это ваш взгляд? Это мое субъективное мнение, да, то есть есть люди, которые обожают пляж Клеопатры, но я не отношусь к их числу. Я вот как раз-таки люблю пляжи района Каргаджак, потому что там замечательные пляжные клубы, да, то есть с красивыми садами, с замечательными кафе, с потрясающим обслуживанием. Ну, и давайте тогда последние несколько вопросов, которые от наших зрителей сейчас поступили. Вопрос, вот, он на самом деле, по сути, как итоговый, сейчас я его просто сформулирую, он просто замечательный. Это одного из наших самых активных зрителей сегодня. Вопрос, естественно, для инвестора. Кстати, для инвестора тоже вот попрошу отдельно обратить внимание на это слово. Причем вообще мне рассматривают вопрос вложения в недвижимость Алании. В чем фишка? Высокая ликвидность по аренде или лечебные источники, или пляж? Чем люди вообще живут там? Чем люди, собственно говоря, почему люди инвестируют? Почему люди инвестируют именно в Аланию? На сегодняшний момент Алания предлагает самый приятный для инвесторов ценовой диапазон. Прошу прощения, да. На сегодняшний момент Алания предлагает действительно интересные, какие-то уникальные проекты, которые, ну вот честно, Анталия на сегодняшний момент предложить не может. То есть если в Анталии даже вот какие-то более-менее проекты, которые чуть-чуть вот похожи по инфраструктуре, по качеству, по вообще каким-то вот таким вот моментам, то там будет ценник, да, то есть, грубо говоря, у нас есть такие проекты, можно купить по стоимости там 90 тысяч евро. В Анталии это будет ценник 250 тысяч евро за ту же самую квартиру. То есть у нас выгодные цены, то есть Алания имеет именно поэтому инвестиционный потенциал. Здесь больше земли еще, да, здесь будет еще дальше продолжаться строительство. Здесь есть район Каргаджак, да, то есть который сейчас активно застраивается. Далее пойдет, то есть, да, на район Демертаж. Здесь потрясающие участки в районе Газипаша. Приближенность к аэропорту, да, то есть 40 километров опять-таки. Еще один момент, сейчас на сегодняшний момент Аланию действительно рассматривают с точки зрения самостоятельного отдыха в аренду, потому что все-таки большие города для отдыха в летний промежуток времени, ну, как бы не каждому интересно, да, то есть на аренду в основном приезжают наши клиенты, это люди с семьями, да, то есть с маленькими детьми, кто приезжает, снимает квартиры на месяц, на два, и таким самым, да, то есть образом квартиры работают на вас, да, в плане того, что приносит вам пассивный доход от сдачи в аренду. Не буду называть суммы 10%, которые там называют часто. Будем, давайте с вами ориентироваться на 5-7% годовых, но все равно это приятно, знать, что вы купили квартиру, которая каждый год, а, растет в цене, б, приносит вам пассивный доход, с, да, то есть не требует никаких особых затрат в плане содержания этого объекта недвижимости. Сдав квартиру на один месяц в аренду, то есть вы можете здесь окупить ежемесячное обслуживание практически, да, то есть на весь год. Не будем забывать про еще инвестиционный потенциал, да, в Алании планируется строительство гольф-полей, то есть есть такой проект. Ах, я надеюсь, что все-таки Юля к нам еще раз вернется. Вы здесь? Да, я здесь. Ура, ура. Ура, да, смотрите, что я говорила про инвестиционный потенциал, еще буквально два слова хочу сказать. Это проект гольф-полей, не знаю, слышно меня было или нет, в Караджаке, и проект горно-лыжного курорта Акда, который также будет в Алании, то есть он вот в ближайшее время его будет реализовывать. Тем самым и в зимний промежуток времени Алания может быть интересна для инвесторов, которые собираются приобретать здесь объекты недвижимости. И осталось два вопроса. Один вопрос, он все-таки связан с больше инвестиционным потенциалом, вот, простите, не с инвестиционным потенциалом, с управлением, вот то, что спрашивал. В общем, вот вы представили большое количество проектов. Очень часто хороший или плохой проект, выгодный или он невыгодный, определяется не тем, как он построен, а тем, как он обслуживается. Как сейчас, вот, как это можно понять до ввода проекта в эксплуатацию, и на что вот здесь бы вы посоветовали обратить внимание, тем более, если человек не хочет постоянно приезжать, а хочет отдать кому-то и жить в радости и получает свои 5%. Но вы имеете в виду управление именно сдачей в аренду? И то, и другое. То есть, как бы вы хорошо не сдачали. Я поняла. Смотрите, то, что касается управления в комплексе, которое ведет либо строительная компания, либо какая-то сторонняя организация, тут я с вами совершенно согласна. То есть, построить и сдать проект в эксплуатацию – это одно. А вот обеспечить его качественное управление, чтобы в проекте действительно все работало, и чтобы с каждым годом, да, то есть, он не приходил в упадок, так сказать. Это совершенно другая работа, которая требует просто колоссальных усилий. И здесь, конечно, да, то есть, опять-таки, нужно просто, ну, выбирать по мере возможности крупные строительные компании, которые имеют в этом опыт. Ведущие строительные компании сами всегда занимаются управлением своих проектов именно для того, чтобы, строя новый проект, они могли показать вам свой уже проект, который был закончен и сдан в эксплуатацию, как визитную карточку, чтобы вы зашли туда, да, то есть, несмотря на то, что проекту там 5 лет, 6 лет, увидели, что все вот в прямом смысле слова работает, как часы инфраструктура функционируют. Уточни, я хочу, то есть, правильно ли я понимаю, что на моменте строительства уже понятно, какая управляющая компания там будет работать, потому что это чаще всего УК от застройщика? Чаще всего, да. То есть, есть, я еще раз говорю, то есть, есть застройщики, которые не отдают управление, есть застройщики, которые говорят, я не буду заниматься управлением, управлением будет заниматься компания А, да, то есть, здесь есть, опять-таки, в Алании компании, которые специализируются только на управлениях в комплексе, поэтому все это плюс-минус заранее уже известно, и когда вы инвестируете, когда вам показывают проект, да, собственно говоря, готовый, обращайте внимание на то, как все в этом проекте, потому что если в этом проекте уже, то есть вы видите, что здесь, ну, печально, то есть это значит, что, наверное, скорее всего, все будет печально и в новом проекте, пока не сменится управление. Проблемы с управлением бывают в каждом комплексе, я всем своим клиентам советую наоборот, да, то есть как бы поменьше вот в это все управление углубляться, потому что иначе, мне кажется, не останется времени и сил на отдых и все остальное, то есть на жизнь, да, действительно, если я всегда говорю при этом, если вы приезжаете на месяц, то есть, ну, не нужно вот во все, на все это отдавать много своей энергии, потому что, как правило, энергию отдают те, кто проживает постоянно круглогодично в комплексах, комплексы, кстати, заполняются, вот такие, о которых мы говорим, то есть постоянная загрузка где-то порядка всего лишь 20-30%, да, то есть это вот те, кто проживает постоянно, остальные приезжают, уезжают, загрузки 100% в таких комплексах не бывает, да, то есть это всегда, то есть можно не переживать, что если вы купили, это вот, кстати, я вам еще в тот момент хотела сказать, когда вы говорили об этом, то есть если в комплексе там те же самые 8 или 10 блоков, это не значит, что все приедут одновременно и вам там, грубо говоря, не хватит места, чтобы покупаться в бассейне, то есть все все равно приезжают в разный промежуток времени, поэтому 100% загрузки здесь не бывает. То, что касается управления с точки зрения аренды, опять-таки выбирайте крупные риэлторские компании, крупные агентства по недвижимости, кто предоставляет послепродажный сервис, кто давно на рынке, потому что они вот действительно будут заниматься управлением, то есть а именно задачей. Сколько вы берете за это? Смотрите, вот в нашей компании система построена следующим образом, что мы заключаем договор на аренду сроком на 12 месяцев, собственник прописывает свои цены высокий в низкий сезон, а мы к этой цене прибавляем свою комиссию, наша комиссия там порядка 150 евро, то есть если мы с вами договорились, что вы хотите получать на руки за вашу квартиру 500, то на нашем сайте она будет выставлена 650. В эту комиссию входит и подбор клиентов на аренду, встреча в аэропорту, заселение, налоги, мы вдаем все квартиры в белую всех наших клиентов, потому что у нас лицензированное агентство по недвижимости, мы юридическая компания и мы имеем право осуществлять краткосрочную аренду, зарегистрировав арендатором в системе КБС. Вот, поэтому, ну естественно, да, то есть за все это мы оплачиваем налоги за наших покупателей, то есть сумма, которая прописана в контракте, она уже чистыми идет на руки, а налоги оплачиваются с той комиссией, которая есть. Ну, то есть, как бы, вот такие советы. Как происходят переговоры по цене? Ну, очень популярный случай во всех странах, я думаю, что у вас не исключение, приходит человек и говорит, я хочу там 800, а вы понимаете, что больше, чем за 600, допустим, еще ваша комиссия, вы не отходите никак. Вы просто отказываетесь в таких случаях или как? Нет, мы предупреждаем человека, что его квартира будет проигрывать на рынке, собственно говоря, да, то есть у него будет объективно более высокая цена, но опять-таки я, то есть, я могу об этом человека предупредить, но вот часто мне говорит клиент, хорошо, отлично, пусть дастся не пять раз, пусть дастся два раза, будет меньше амортизации, мне еще лучше. Окей, и как осуществляется, ну, контроль и общение? Сколько сдалось, как это происходит? У нас отдел по аренде, да, то есть, поэтому все... В живом общении телефонном? Конечно, конечно, в живом общении, да. Ну, вот, например, для одного клиента мы сделали следующую систему, потому что у него большое количество объектов по недвижимости, которые мы сдаем в аренду, мы ему сделали просто экселевскую табличку, да, то есть со всеми его квартирами, он имеет онлайн доступ, заходит туда и в режиме реального времени видит, какие квартиры сданы, какие квартиры свободны. То есть все как бы на договорных условиях, удобно так, будем действовать так. Удобно таким образом, будем действовать таким образом. Окей, Юль, и тогда, наверное, завершающий уже вопрос. Все-таки скоро Новый год, ужасная банальность, но тем не менее, Рождество, и я предполагаю, что с учетом... Это уже елка, видите? У меня нет елки. Нет, у меня, наверное, есть, но... Не пойду. У нас, знаете, у нас елок больше, чем... Под Петербургом елок больше, чем в Турции. Смотрите, вопрос такой. Сейчас большинство границ все равно закрыты, и совершенно понятно, что отпраздновать Новый год многие, в том числе, и захотят в Турции. Какие сейчас вот ограничения не прописаны, не как это записано в законе, а вот что реально можно, что реально нельзя? Как люди смогут у вас встретить Новый год, чего они не смогут сделать? Что вы про это можете сказать? Как, если они параллельно захотят там к вам обратиться? Как вы будете работать, как вы не будете работать? Вот такой спектр. Что есть сейчас, что будет в ближайшей неделе, что будет в начале января? Смотрите, какая ситуация сейчас. Те, кто следит за рынком недвижимости, те, кто следит за Турцией, они, в принципе, знают, что в Турции ввели комендантский час каждый день с 9 часов вечера до 5 часов утра и комендантский час на выходные, который начинается в пятницу в 9 часов вечера и заканчивается в понедельник в 5 часов утра. Новый год в этом году выпадает на то ли пятницу, то ли еще какой-то день. В общем, на 90% уже всех предупредили, что у нас, наверное, будет локдаун на 4 дня. Поэтому те, кто хотят, думают отмечать Новый год в Турции, задумайтесь, нужно ли вам действительно отмечать Новый год в Турции. Я призываю вас ответить его, наверное, дома, потому что мне кажется, что в России, в Украине, в Казахстане, то есть это будет лучше, потому что здесь действительно 4 дня, то есть нельзя будет выходить на улицу, то есть нужно будет находиться дома. Но это не касается, наверное, отелей, хотя пока точно никаких еще указаний по этому не было, но я вот так вот поглядываю сайты, отели активно продают, то есть они открыты будут на Новый год, они будут делать галла, ужины на Новый год. Но опять-таки, если вы приедете в Турцию, решите поехать в отель, то есть имеете в виду, что 4 дня вам нужно будет находиться в отеле, то есть до локдауна нужно будет туда приехать и выехать только с локдауна. И цены, кстати, меня очень опечалили. Ну, я достаточно дорогие отели смотрела, то есть как бы такие высокие цены. Вот. То, что касается нашей работы, естественно, мы будем работать как и всегда, то есть до последнего вот в день перед локдауном, и как только все разрешат, мы выйдем на работу, потому что в Турции Новый год вообще как таковой, да, то есть это один день, 1 января, то есть когда, допустим, 1 января выпадает на воскресенье, то и вообще никаких выходных нет, в воскресенье отдохнув, понедельник 2 в 9.00, будь добр, находиться в офисе. Вот. Здесь вот такая система, поэтому мы будем вот в том режиме, когда нам можно быть открытыми, мы будем работать. Просмотры, какие-то ограничения сейчас, то есть там не больше трех частей объектов или как? Нет, вы знаете, таких ограничений нет. Масочный режим у нас, безусловно, да, то есть мы, когда с клиентами находимся в масках, в масках в машине, в масках на показах, в масках во всех государственных учреждениях, да, то есть у нас, кстати, вот еще все, кто планирует, имейте в виду, что нужно обязательно, если вы приедете, будете посещать госучреждения, планируете посещать торговые центры, обязательно нужен ХЭС-код, вход во все государственные учреждения, даже для иностранцев по ХЭС-коду, соответственно. Что это такое? Нет, ХЭС-код, это такой код здоровья, есть специальные программы, то есть там отображается, собственно говоря... Это на мобильной? На мобильнике надо просто носить. На мобильной телефоне, да, это делается на мобильной телефоне, это такая общая система, но если вдруг, да, там вы заболели коронавирусом, то все по этим призывам узнают, что... Ну, нежели что, я думаю, просто к вам можно обратиться и вы просто объясните, что... Конечно, 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 безусловно. Отлично, ну, слушайте, мы изначально думали поговорить час, потом я понял, что будем говорить полтора, в итоге мы поговорили час сорок пять, в принципе, вопросов еще очень-очень много. Юля, вы просто замечательные, спасибо вам огромное. Я вас благодарю, было очень приятно, да, пообщаться. Друзья, коллеги, Юлия Байдан, компания Profit Real Estate, контакты ее здесь есть. Пожалуйста, обратите внимание, завтра мы опубликуем материал по итогам вебинара. Если есть какие-то вопросы и по каким-то проектам вы хотите пообщаться, пожалуйста, звоните, поскольку телефон-то мы повесим, но интернет все равно работает, и Юля и ее коллеги сейчас на связи. Спасибо вам огромное, ну и до встречи в Турции, уж какое время. Да. Как Бог. Уж как Бог даст, да. Все вам тоже спасибо большое, всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok